Всем привет! Вы находитесь на канале Forward Auto, меня зовут Альберт, а это Nissan Silvia S15 99 года в комплектации Spec R. Глядя на нее, вполне можно поверить, что автомобилю больше 20 лет. И это удивляет. Nissan Silvia это культовый, достаточно редкий автомобиль и обычно владельцы поддерживают идеальное техническое заводское состояние этих автомобилей, либо подвергают глубокой доработке. Конкретно этот экземпляр миновала эта участь. Можно предположить, что он был машиной на каждый день в лучшем случае, либо долгое время стоял где-то на парковке в Японии. Так или иначе, автомобиль технически в исправном состоянии, без пробега по России, на документах, на номерах. Поэтому я предлагаю прокатиться, а я вам расскажу, как связано легендарное шасси и Forward Auto. В общей сложности с конвейером сошло чуть больше 43 тысяч Nissan Silvia S15. Помимо продаж в Японии, автомобиль официально поставлялся в Австралию и Новую Зеландию под названием 200SX. При этом мощность двигателя SR20D в австралийской версии была снижена и составляла 197 лошадиных сил вместо 250 у японской. Все из-за особенностей австралийских законов, действующих на тот момент. Кроме этого, в целях снижения затрат на производство комплектация автомобиля была беднее и не включала таких опций, как дворник заднего стекла, датчик надува, автоматического климат-контроля, боковых зеркал с электроприводом. Руль, кстати, тоже отличался и был позаимствован от турбовой версии 34-го Skyline. Зато спидометр был размечен до отметки в 260 км в час, что не встречалось на японской версии автомобиля. Во всем мире есть фанаты Silvia S15. Но существует закон, который запрещает официальный ввоз эксплуатацию на дорогах общего пользования данного автомобиля, пока ему не исполнится 25 лет с момента выпуска. И в 2024 году как раз наступает эта дата. Можно предположить, что цена и спрос возрастет. Поэтому, если вы планировали купить себе раннюю S15, но откладывали это по каким-то причинам, советую поторопиться. Форвард авто любит Nissan Silvia и знает, как их правильно нужно дорабатывать. На сегодняшний день накоплено колоссальное количество опыта и реализовано больше дюжины проектов. Многие из них вы хорошо знаете. Это и S15 «Россиянка», «Японка», «Сильвия» для Вани Никулина, S14 «Вовы Чевчан», 180 SX «Мосата Кавабата», на котором выступал Эммануэль Амандио, а также три «Сильвии» на JZ, которые были построены для Ромы Тивадара, Гочи и Лёни Шнайдера. Вершиной в подготовке платформы с использованием двигателя SR20 принято считать 2019 год. Именно тогда нам удалось получить конфигурацию, которая позволила снять с четырехцилиндрового мотора около 800 лошадиных сил и сохранить оптимальную надежность. Чтобы вы понимали, раньше было в порядке вещей поменять загонку один, а то и два мотора. В 2019 году мы этот показатель значительно сократили. Проблемы всегда начинали происходить, когда необходимо было найти еще немного мощности. Обычно это достигалось за счет увеличения давления наддува и сдвига отсечки по оборотам двигателя. Кстати, именно в 2019 году на FIA DC мотор мог крутиться до отметки 9600 оборотов в минуту. Соответственно, при таких экстремальных условиях эксплуатации начинали лопаться коллектора, впускные и выпускные, различные кронштейны, самопроизвольно откручивались болты и приседали гильзы в блоке и еще многое и многое другое. Все в той же гонке 2019 года в Японии у нас, помимо проблем со сцеплением, в финальном заезде еще самопроизвольно открутился шкив коленвала. Как выяснилось позже, все из-за региональных частот, борьба с которыми требует применения иных инженерных решений. К счастью, здесь у нас установлены стандартные SR20 DET, 250 лошадиных сил, никаких проблем с ним нет. И главное следить за тем, чтобы в баке было топливо, а в моторе масло. Что же из себя представляет комплектация SPEC-R образца 1999 года? Ну, в первую очередь, это турбомотор SR20 DET. Кроме того, здесь усиленный вакуумник, четырехпоршневые передние суппорта на передней оси, дополнительные распорки, шестиступенчатая коробка передач и блокировка с винтовым дифференциалом. Мы специально прибыли на Красное Кольцо, чтобы проверить, как это все работает. И для этого пригласили пилота. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, надо сказать, что машина без подготовки крайне сложно поддается упражнениям. Рулить непросто, разгазовать непросто. Сам автомобиль страдает технически, поэтому подготовка здесь обязательно. Машина, когда в стоке, требует профессионализма серьезного, чтобы проехать конфигурацию. Друзья, ну и для чего же мы все это затеяли? Данный автомобиль проехал свои последние километры в гражданском исполнении. Уже буквально завтра он заезжает в Forward Auto для подготовки к RDS GP. И первое, с чего мы начинаем, это с пола. Полного разбора автомобиля. У нас на это есть всего лишь два дня. Нам нужно, чтобы кузов в ближайшее время уехал на пескоструйную обработку. Поэтому давайте не будем тянуть и скорее начинать. А где проводка? Вот и не работал поворотник. Итак, как вы видите, разбор уже начался. Этой задачей занимается у нас Алексей. Леха, расскажи, что сделано и дай мне какое-нибудь задание. Ты сейчас снимаешь обшивку, опускаешь стекло, снимаешь стекло, вытаскиваешь с двери. И для нашей дальнейшей эксплуатации нам потребуются дверные ручки, внутренняя, внешняя, трапеция, которая их там соединяет и сам замок. Это все в гоночном проекте останется? Да. У нас остаются молдинги наружные, верхние молдинги, резинки, ручки. Ну и там еще по мелочевке я в процессе тебе объясню, что мы оставляем себе, а что мы можем продавать. Стараемся максимально бережно с этим обращаться. Молдинги, это золото вообще. Так, ну все. Ну вроде все. Давай. Даю, даю. Чургай. Надо пластик ручки снять. Только аккуратненько, смотри, он с трещиной уже. Нет, вот эту штуку надо снять. Я понял. Она там как клипса сидит, ее... Начни вот отсюда поддевать, отверткой блоской. Аккуратно. Как это, знаешь, что есть такая фраза? Я не первый раз на Родео. Леха, понял? Он в отличие от тебя не сломал эту штуку. Я тоже не сломал. Я ее облегчил. Все, сдергивай там. Все, да? Ладно, стартуем. Пошла. Все, вверх. Нормально. Поднимаю? Да. Сильно? Ну вот, чтобы здесь можно было открутить. Все, хватит. Все, теперь можешь звать деда, чтобы он аккумулятор снимает. Хорошо. Матвей, можно обесточивать. Только начали, а уже столько, много информации смогли для вас подготовить, и я уже много для себя, чего узнал. Слушай, а вообще, сколько стажировка длится в гоночном автосервисе? Просто заебеноли, вы видели? Ну, это не завод. Ну, как вы видите, к работе подключился у нас Михаил. Миша, секунду, отвлекись. Расскажи, что будешь снимать и разбирать, за какие узлы отвечать. Я буду снимать все. Автомобиль в полный разбор. Михаил, еще вопрос. Получается, вот подкапотка, если начинается разбор, да, вот ты с нее начал. Есть какой-то алгоритм разбора или все, что вижу, все разбираю? Все, что вижу, все разбираю. Прямо как на авторазборках. Вот это все снилось, потому что оно просто не прикрученное. Вместо подушки здесь блоки валяются, предохранители. Мы все думали, куда они из-под капота делись. Собственно, вот, видимо, отсюда и куча проводки, которые перезакиданы. Все, я туда же, да, вон, на эту. Только другой стороной. Нет, другой. Ага. О. И вылезет. И вылезет. Первый день еще, что сказать. Пока не оплачиваемый. А что, она открутилась. Открутилась. Это кто будет снимать? И оп. Слушайте, я впервые полностью разбираю японский автомобиль. Конечно, хочется найти нам какую-нибудь там пасхалку от японца в виде монетки, либо какой-нибудь брошюрки. Но чем больше разбираем, тем больше появляется у нас понимание, что автомобиль это такой, знаете, кот в мешке. Это сидение. Из четырех болтов три открутил пальцами. Короче, если это все-таки был японец, то японец знатно жогал. Японец за липонец. Такой, чистый. Пошла! Механическая приборка. Целая. Сколько денег? Пять тысяч. Итак, процесс разбора продолжается. И чем дальше мы погружаемся в этот процесс, тем больше интересных моментов находим и удивительных. Вот посмотрите, например, как в Японии были реализованы силовые повода для автомобиля. Ну, не вооруженным взглядом, а заметить, что это не заводское исполнение и довольно кустарное. Насколько это опасно в гражданской эксплуатации? Максимально опасно. Неотъемлемо вообще. Ты в каком году так делал? Никогда не делал. Я это убирал. Безбожно вырезал все это, да? Ноги нахуй вообще. Понятно. Что обычно представляешь, когда слышишь автомобиль без пробега по России? Для меня это такой автомобиль, который, несмотря на свой возраст, будет находиться в значительно лучшем состоянии по сравнению с тем, кто успел покататься по нашей стране. И несмотря на то, что мы находим какие-то незаводские решения, это не будет влиять на конечный результат. Стандартных элементов практически не останется. Главное – кузов. А он у нашей Сильвии неплохо сохранился. Все мелкие недочеты мы легко устраним на последующих стадиях работы с автомобилем. Значит, для того, чтобы слить масло из двигателя, нам необходимо А. Установить автомобиль на подъемник и поднять его на максимальную высоту. Б. Снять защиту двигателя. В. Ну или С. Кому как удобнее. Или третий же пункт. Найти специальную емкость. Она у нас там. Намек понял. Но ты не забывай, что нужен еще и человек, обладающий... Это инструкция для человека. У нас само собой тут подразумевает. Обладающий определенными навыками. Как емкость выглядит? Давай принесу. Синяя? Тара? Там. Бля, ты что, из мотора решил слить? Может, с коробки хотели? А здесь-то зачем? Мы сейчас будем снимать коробку. Значит, нам надо снять выхлоп, кардан, коробку, рейку обязательно. И, кстати, чтобы рульевую колонку вытащить, надо рейку снять. А рейка же у нас останется стандартная в нашем неволочном проекте. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Помните, я вам рассказывал про особенности комплектации SPEC R? Так вот, в японских брошюрах можно встретить такую фразу «усиленная подвеска». И если с стабилизаторами поперечной устойчивости большего диаметра все понятно, то вот тут на подъемнике наглядно можно еще увидеть усиление на рычагах. Вот посмотрите, вот такие косынки приварены на нижнем рычаге, на верхнем рычаге, вот маленьком, там его видно, и спереди. Такая же история. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Калыч, а есть резачок? Рюкзачок? Резачок, резак. Казачок? Резачок. Что надо? Подрезать, там изолента держит, провод, чтобы я не ломал. Возьми канцелярский нож. Ну да. Четвертый сверху. В основном все проходит легко и просто, потому что парни подсказывают в каких-то сложных моментах, говорят, то вначале открути, это открути, это снимется после того, как ты это снимешь. Вот, но лично для меня сложность доставляет, наверное, большую сложность. Это снятие фишек с различных компонентов. Потому что все старенькое, закисшее, требуется усилие, немножечко боишься сломать. Ни в какую, я ее и так, и этак. Со словами и без слов. Пошла. После твоего снятия она еще будет работать? Конечно. А что и будет-то? Парни-то уже знают, что где-то можно потом в дальнейшем продать, либо еще использовать, а что можно там применять физическую силу и ликвидировать с корнями. Но это пока, да, обращает на себя внимание. Снова фишка, пацаны. Так, ладно, посмотрим так. Все приходит с опытом. Вот так? Вот так. Вот так. Не та головка. Ну блин, даете. Ниже опускай. Есть, босс. Все? Все, поднимай. Все, погнали. Так, так. Оп. Так, стопа. Друзья, помните, я вам говорил, что я не знаю, что я не знаю. Я говорил о том, что на Silvia S15, в комплектации Spec R, редуктор идет с дифференциалом повышенного трения и там стоит винтовая блокировка. У нас появились сомнения, так ли это на самом деле и вообще есть ли там какая-то блокировка еще в момент тестов на красном кольце. Мы решили это проверить. Я уже слил с него масло. Сейчас открутим крышку и посмотрим, так это или нет. А блокировка-то есть? А блокировка-то есть? Была. Скорее, она просто была. Это вот формат Торсен от Ниссан. У Тойоты был Торсен, а это вот Ниссановские версии. Поэтому, скорее всего, просто она пришла в негодность и уже не работает так, как должна была работать с завода. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И здесь у меня лежат компоненты тормозной системы. Это с атмосферной версии, это с нашего автомобиля, турбо-версии. Как вы видите, здесь вакуумник меньшего диаметра, тормозной суппорт на один поршень реализован. А на турбо-версии у нас большущий суппорт на четыре поршня и используется вакуумный усилитель тормозов большего размера. Ну, оно и понятно. Мощности больше, тормоза должны быть лучше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На дорогах я часто вижу автомобили, у которых отличаются по цвету те или иные элементы кузова. Зачастую это старые автомобили. И понятно, почему такое происходит. Что нашел на разборке, то и поставил. Других вариантов нет. Но что мне было искренне непонятно в работе над этим проектом. Зачем японец купил себе серый бампер, с баллончика покрасил его в черный цвет и поставил на белый автомобиль. Может, это, конечно, какая-то концепция, какой-то стиль. Потому что черный цвет еще присутствует в некоторых элементах кузова. Но истину мы, наверное, не узнаем. Поэтому я предлагаю вам предложить свои варианты, написать их в комментарии. А самого креативного мы отметим сувениром от Форвард Авто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда перед вами стоит задача подготовить автомобиль к участию в чемпионате уровня RDSGP, можно пойти чуть более простым путем. Например, строить проект на базе кузова BMW. В чем особенность? Можно взять из завода, заказать новый кузов и уже часть проблем снять с себя. В нашем же случае приходится работать с тем, что есть и осталось. Мы помним, что автомобиль далеко не новый. И у него могут быть какие-то проблемы с кузовом. Песочная обработка позволяет нам найти эти дефекты, подготовить автомобиль. И немножечко облегчить себе задачи на стадии дальнейшей работы с кузовом. В следующей серии мы продолжим подготовку кузова. Коротко пробежимся по стадиям черновой сборки. Осуществим покраску и приступим к самому интересному. Чистовой сборки автомобиля. Продолжение следует... Продолжение следует...